День на седьмом продолжает работу седьмого телеканала. В студии с вами Татьяна Милинко. «Сто лет без гения» выставка Густава Климта проходит в торговом центре Кадор. И, конечно, вот уже близится к завершению, к сожалению, но очень хочется поговорить, как она прошла, и, может быть, кого-то еще настроить на то, чтобы обязательно успели ее посетить. В гостях у нас Владимир Островский, старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства. Здравствуйте. Добрый день. 15 июля открылась выставка, а 15 сентября она завершается. Можете как-то, может быть, в динамике проанализировать, сохранился ли интерес к Густаву Климту и к тем работам, которые представлены на выставке до сих пор? Если сделать светистое в духе Востока сравнение, то интерес к выставке Климта в нашем городе сохранился в ровной той же степени, в которой он сохранялся к самому Густаву Климту с момента его смерти и вплоть до наших дней. Мы говорим «Сто лет без гения» — это особая писательно-поэтическая метафора, как вы понимаете. Мы не были «Сто лет без гения», мы были с ним. Но очень часто случается то, что и случилось, что я наблюдаю на этой выставке. Приходит много людей, у них ждущие глаза. Они пришли на Климта. Я говорю, вот вы пришли Климта, да, вы любите Климта, там, ну да, любим. И я прошу сделать простенькую вещь. Нисходя с места, одному из толпы, ну, одному человеку, назвать пять произведений Климта. Зависает фигура такая умолчания. Наверное, поцелуй называют. Ну, само собой. Поцелуй, а больше ничего. Ну, поцелуй, там, золотую Адель, так называемая, Адель Блок-Бауэр. Согласитесь, это самая известная, популярная. Так вот, мне кажется, что великая гуманно-просветительская цель таких выставок, подобной этой, которая была, кстати, в прошлом году. Здорово Жанна Миншикова все-таки эти проекты проводит, мне кажется. В прошлом году, вы помните, был Леонардо да Винчи на той же площадке. Теперь «Сто лет без гения». Это как раз избавить нас с вами от оптимистически беспочвенного, знаете ли, эдакого дилетантизма. Ах, Климта, ах, как я люблю Климта, ах, а что вы знаете? А ничего. Но разве работы художников не нужно оценивать по собственным ощущениям? Нужно, но, как сказал все тоже Леонардо да Винчи, по-настоящему можно полюбить только то, что знаешь. Поэтому не верим. Давайте не будем верить восторженным крикам брендоносных, так сказать, почитателей, о том, что они кого-то там любят, если мы убеждаемся, что они его не знают. Вот эта выставка, подобные выставки дают возможность узнать. Я вам скажу более. Полюбить еще больше. Эта выставка мне дала возможность сделать несколько акцентов в моем понимании биографии Климта и даже сделать для меня самого определенное небольшое художественное открытие. Какие акценты? Ведь Густав Климт, он действительно, некоторые называют его скандальным, кто-то говорит, это истинный такой self-made man, да, человек, который родился в деревне, там он обучался, обучался в Вене, но там все-таки начинал как-то познавать художественное мастерство. Ну, например, да, мы знаем, что этот человек активный, деятельный, быстро самообучающийся. Мне, например, до сих пор белая зависть возникает, когда я узнаю, что Густав Климт за полтора года освоил курс мировой культуры и искусства, а я на это трачу уже 35 лет, и чтобы я освоил, я не могу сказать. Ну, он гений. Однако, когда вдруг узнаешь, что Густав Климт часто был подвержен черной меланхолии, депрессии, ну, почти мезонтропического свойства, и вот когда видишь его пейзажи и вдруг осознаешь, что многие эти пейзажи, где ни одного человека, он писал как раз для того, чтобы очередной раз исцелиться, исцелиться от состояния усталости и брезгливо-неприязненного отношения к окружающему миру. Да, у него тоже такое было. Мы понимаем, что Климт, как настоящий гений, человек очень неровный по характеру и очень сложный, очень непростой. И вот когда соприкасаешься с такими вещами, это начинаешь чувствовать лучше. Это репродукции, 54 репродукции. Вы знаете, читая отзывы в интернете, очень много, конечно, и хвалят, очень много говорят положительных отзывов, но, тем не менее, существует такое, да, но это же репродукция, это не сам Климт. С этого я начинаю свою экскурсию по выставке. Я говорю, сейчас мы поговорим о неких снобистических особенностях. Слыхали, в Одессе открылась выставка Климта? Как Климт? Ну, это копии. А, копии. И все. Как будто бы. В чем же ценность? Как раз, во-первых, ценность в том, что все картины, копии Климта представлены на выставке один в один в оригинал с размерами. Они официально зарегистрированы. Это была специальная, проведена очень серьезная организационная работа, чтобы со всеми музеями, которые владеют этими оригиналами, начиная от нескольких венских, заканчивая Вашингтонской национальной, Пражской музеями и так далее, получить сертификаты, разрешающие для специальной выставки сделать копии один в один, потому что по международным правилам нельзя делать копию, она должна быть или на 10 сантиметров больше, или на 10 сантиметров меньше оригинала, потому что, ну, опасность подделки и так далее. И вот ты видишь оригинальные квадраты Климта. Он очень любил квадрат, как формат. Ему это очень нравилось. И вот ты видишь, что юдив, которую ты сто раз смотрел в репродукциях, оказывается совсем небольшая вещица, или те же самые водяные змеи. И вот тогда ты начинаешь, ну, лучше, лучше воспринимать оригинального Климта. И, надо сказать, что копии, особенно, на мой взгляд, копии его пейзажей весьма-весьма точны. Почему я утверждаю это? Потому что мне посчастливилось два раза быть в Вене, побывать в музеях, где представлен Климт, и видеть это. Кроме того, я был и в Вашингтонской национальной галереи. У меня довольно большая биография путешествий. И, таким образом, действительно, эти копии весьма точны. Я не могу сказать, что так же точно изображены его знаменитые лица, его божественной, для него божественной музы Эмилии Флёги. Нет, повторить кинетику кисти, энергетику кисти, особенно, когда он пишет лицо, лицо любимой женщины, мне кажется, не сможет ни один копиист. Но вот это в целом весьма тщательная работа. Что она мне даёт, как человеку, который говорит, пойди прочь от меня, снобизм? А скажи, чем тебе полезна эта выставка? Она мне даёт возможность вновь поднять огромный пласт под названием «Мир Густава Климта». Вновь посмотреть на него глубже и даже в копиях вдруг понять то, на что я никогда не обращал внимания. Возраст женщины. У Климта есть такая картина. Там, на выставке, три женщины. Совсем ещё младенец, которого приживает в себе молодая, красивая, ржеволосая женщина. Климт очень любит таких ржеволосых блондинок. Кстати, Ваш Чипаш ему понравился. И старуха, удручающая, страшная старуха, которая в таким диком контрасте с общим изображением. Я сто раз видел репродукцию этой картины. Я даже в Риме, в римской национальной галерее, видел эту картину в оригинале. Я никогда не обращал внимания. Я только на выставке, когда пришёл готовиться к выставке, за два дня до открытия, увидел странную-странную вещь. У старухи, ужасающей старухи, у которой в обвисшей груди, кошмарный уже круглый живот какой-то, напухший, особенно страшная рука с этими венами, у неё неожиданно красивые, молодые, вьющиеся волосы. И я начал спрашивать себя, почему? И я сделал для себя такое небольшое художественное открытие. Я очень люблю с группой прийти туда и, не объясняя им ничего в лоб, подвести их к этому и потом сказать, откройте это вместе со мною. И возникает ощущение, я что-то узнал для себя климтовское. А если я узнал, я этого не забуду никогда. А если я не забуду, я скажу потом, ах, как я люблю климта. Если меня спросит какой-нибудь ехидный Островский, типа меня, а за что вы его любите? А разве вы его узнаете? Да, я знаю одну, две, три, четыре, пятнадцать, двадцать работ климта. И я знаю особенности его искусства. Ух, вы знаете, вы просто так завершили, знаете, вот какое-то... Но, подождите, ещё беседа продолжается. Вы для себя открыли что-то вот ещё дополнительно, скажем, при помощи посетителей, которых подводили к картине, говорили, расскажи мне об этой картине, расскажи мне об этой работе. И они начинали замечать детали, которые вы сами не видели. Мне помогла одна очень красивая женщина. Ну, климт обожал женщин. Вы помните, у климта было такое интересное свойство. На раутах светских или где-либо, так сказать, на общих встречах, климт смотрел на какую-либо женщину. Он очень любил таких женщин с выраженными скулами, с высоким лбом, ну вот как вы точно, с очень красивыми бровями и таким довольно длинным, очень красивым прямым носом. Это его типаж. Правда. Он еще больше любит, чтобы у женщины нижняя часть лица была тяжелее. У вас она более изящная, у вас такая более элегантная. А он обычно любит более тяжеловатые такие нижние челюсти. Вот посмотрите, его портрет, ну, например, Фрицци Райдлер, очень типичен для этого. Да даже и тоже Эмилии Флёги, вот, или Соник Нипс, ранняя вещь. Это, наверное, типаж местных их женщин. Это то, что нравилось Климту прежде всего. Это его любимый типаж. Судя по тому, что очень похожи эти женщины, ну, не то чтобы очень, весьма похожи на плохо сохранившееся черно-белое изображение его мамочки. Ну, закон, правило. Мы всегда любим, более всего, подсознательно ищем в женщинах, кого? Свою маму. Климт очень любил свою маму. Он был одним из самых преданных сыновей, если так можно сказать, Вены. Он очень тяжко переживал ее смерть. Так вот, к чему? Я рассказываю в знаменитой картине поцелуи Климта, рассказываю эту историю, об этом, о создании этого портрета, об этом поцелуи. Вот, ну, известная вещь, известная история. И смотрю, в первых рядах стоит девушка, вот женщина, вот как бы с очень похожим лицом. И самое главное, у нее же такие же тонкие, знаете, такие хрупко-прихотливые пальчики на тонких кистях. Я делаю, наверное, непозволительную вещь. Я беру эту девушку, говорю, идите сюда. И вот так ставлю ее у картины. В том же ракурсе. Вот как там, как в поцелуи. И после этого я вдруг понимаю, что я никогда не обращал внимания, только благодаря людям, которые смотрели, и вот этой женщине на руки мужчины, который ее сейчас, ну, я бы даже сказал, пытается поцеловать. Там присутствует определенный легкий нажим, определенный легкое, я бы сказал, не брутальное, эдакое давление мужчины. И если вы присмотритесь, я это увидел тоже впервые. Мы когда с посетителями увидели, мы, у нас было ощущение неофитов, которые для себя открыли некую истину. Вы увидите, что он не просто ее берет ручками и хочет поцеловать, она так очень нежно головку на плечо положила. Он ее своими лапами зафиксировал, чтобы не шевельнулось. И сейчас, он сейчас будет впиваться своими жаждущими губами в ее губы. Это такое легкое насилие, которое, в принципе, женщинам нравится. Климт это знал. Это настолько интересно. И когда, нет, я не впивался в губы этой женщины, я просто поставил свои руки на ее шеи точно так же и сказал, господа посетители, посмотрите на эти руки. Они говорят, боже, почему так, ну как это, не то чтобы не вульгарно, почему так, с таким давлением? Я говорю, да посмотрите, как же мы раньше этого не видели. Золотые фоны, потрясающая декоративность, потрясающие цветовые аккорды, они иногда заслоняют от нас вот эти климтовские нюансы. Они удивительны. А зачем он использовал столько вот золота, вот эти золотые все нюансы? Может быть, специально для того, чтобы что-то спрятать? Вот эти тонкости, о которых он участвовал? Я думаю, что, прежде всего, ну, во-первых, он основоположник стиля Сецессион, модерн на австрийской почве. А Сецессион предполагает вот эту повышенную декоративность, вот эту текучесть линий, вот эти золотые текучие линии. Как сказал поэт Владимир Иванович, Островский, золотые нити тают, унося, унося мои сомнения, обещая, утешая, не давая мне уснуть, и я вновь листаю климта, вновь душою восторгаюсь, жажду вновь своей восторги в твое тело окунуть. Ох, климт, климт чрезвычайно эротичен в своем искусстве. И вот эти вот декоративные элементы, они создают некую мозаику. Это его изобразительная находка из плоскостной декоративной мозаики, ярких, текучих линий. Вдруг абсолютно объемно, как будто бы выплывает лицо этой прекрасной дамы. ее руки, вот эти хрупкие пальчики. И это настолько интересно, это такой любопытный ход. Ни у кого этого никогда раньше не было. Это климтовская находка. И мало говорят о климте-пейзажисте. Да, да, вы правы. Удручающе мало говорят о климте-пейзажисте. Между прочим, сам климт считал свои пейзажные работы очень важными. И, кстати, он поздно начал заниматься серьезными пейзажными вещами только в начале 20 века. Если вспомнить, что он почти 20 лет до 19 веки уже работал, уже работал продуктивно, то можно сказать, что весьма поздно. Его пейзажи врачуют. По одному из признаний, скупых признаний климта, и так, как говорит один из его биографов, климт, впадая в это состояние черной меланхолии, единственное, что он мог, он уезжал от всех. Там есть на выставке работа, называется «Имение в Верхней Австрии». Там, знаете, там такой незамысловатый домик и огромное дерево на первом плане, которое своей сенью так как бы покрывает этот дом. Раннее-раннее утро, наверное, так пятый час утра, летний, и ни одного человека, и климтовское ощущение вот этого вот, знаете, импрессионистически льющихся красок и отдохновение души. Климт очень любит тишину. Вот у него там есть еще одна работа «Березовая роща». Я скажу банальность, ну, так любят, говорят искусствоведы, ну, и я скажу. Главным героем климтовских пейзажей является тишина и цвет. Гармония цвета и тишина. Которая поглощает, которая принимает тебя. И умиротворяет. И умиротворяет. Да. 15 сентября завершается эта выставка. Можно ли еще успеть послушать ваши лекции? Я буду в пятницу в 4 часа предпоследний, так сказать, ну, как это... В этом сезоне. Выход, да, в этом сезоне. А потом еще в воскресенье в 15 часов. И таким образом, наверное, это уже будет идти к завершению. Да. Спасибо огромное, что вы пришли. И к нам, я напоминаю, в гостях у нас Владимир Островский, старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства. Спасибо огромное. И еще раз поговорили мы о выставке репродукции картин Густава Клинта «Сто лет без гения». Выставка проходит в торговом центре Кадор до 15 сентября. Еще можно успеть. Это была программа «День на седьмом». В студии провела ее с вами Татьяна Милимко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин